Свято-Успенская Святогорская Лавра И духовный писатель, он прославлен в лике святых недавно, всего 7 лет назад. Серьезный и рассудительный ученый, всю свою жизнь святитель совмещал научные труды с бременем многолетнего архипастерского служения в различных епархиях. Среди этих бесценных трудов – историко-статистическое описание Харьковской епархии. Будучи епископом Харьковским и Актырским, святитель восхищался Святогорской обиделью и, касаясь вопроса о названии святых гор, говорил, Святость подвязавшихся здесь иноков была одной из причин, по которым Донецкие горы названы святыми. 24 августа в 1995 году преподобный Иоанн Затворник стал первым из святогорских святых, святость которых была засвидетельствована Святой Православной Церковью. Столь долгожданная канонизация сего угодника Божия венчала долгое, несомненное и никогда не прерывающееся почитание его верующим народам, как великого святого, дерзновенного молитвенника и неутомимого предстателя перед Богом всем, кто обращается к нему с верой и молитвой. Отныне каждый год день прославления Иоанна Затворника для святогорской обители – великий праздник. 24 августа в Святые горы стекается множество паломников, чтобы разделить со святогорцами радость празднования и соборные молитвы угоднику Божию преподобному Иоанну Затворнику Святогорскому. Святитель Тихон Задонский – один из наиболее почитаемых в православном народе святых. Его память совершается дважды в год – 1 и 26 августа. Образ святости и подвижничества святителя Тихона Задонского особенно близок к идеалу русского человека, всегда глубоко почитавшего в своих архипастырях искреннюю веру, смирение, открытую для мира простоту и сердечное попечение о людях. Господь Бог во многих случаях его слушал, писал келейник святителя Тихона. Святитель Тихон Задонский – один из небесных покровителей Святогорской лавры. В честь трех святителей, в числе которых прославленный церковью Задонский чудотворец, назван левый предел Свято-Успенского собора обители. Там же находится икона с частицей его святых мощей. В воскресенье 27 августа церковью вспоминается перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киева-Печерского. Его имя в переводе с греческого означает «богом данный», и в отношении преподобного Феодосия его имя полностью себя оправдывает и соответствует той великой роли, которую сыграл этот святой муж в жизни Святой Руси. Ученик преподобного Антония Печерского, строитель лавры Печерской, основатель общежительного монастыря на Руси, святой является собой светлый идеал христианства, ярчайший образ служения Богу и ближнему. В Святогорской лавре сугубо почитается память всего великого угодника Божия. Преподобным Антонию и Феодосию Печерским, небесным покровителям святых гор, посвящены скит и древний пещерный храм. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok